Добрый день, уважаемые коллеги. Как видите, наше очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив мы проводим в выездном формате в Республике Карелия. И в этой связи хотел бы сразу отметить, что за шесть лет работы Агентство стало эффективным партнёром регионов в выработке и реализации стратегии развития. И запрос от субъектов Российской Федерации на такое сотрудничество постоянно растёт. Вот, как мне сказалось, в исполняющей обязанности губернатора до сих пор, до этого времени Агентство здесь не работало, но уже вот с первых шагов, во всяком случае, для руководителя региона уже понятно, что это интересное, перспективное сотрудничество и очень полезное, как он и как я, надеюсь, в ближайшем будущем. Важно, что новому руководителю Агентства удалось в полной мере сохранить привяженность целям и принципам работы, обеспечить преемственность во взаимодействии с деловым и экспертным сообществом. Знаю, что Агентство стратегических инициатив расширяет поле деятельности, решает более сложные, всё более сложные задачи. Много планов связано именно с региональной повесткой дня. Рассчитываю, что вы и дальше будете оказывать поддержку регионам, помогать отстаивать современную модель управления, улучшать деловой климат, предлагать лучшие практики работы в социальной сфере, главное создавать среду возможностей и условия для позитивных изменений в регионах России, объединять всех, кто готов участвовать в разработке и реализации планов развития, обмениваться положительным опытом. Это и молодёжь, и предприниматели, и волонтёры, и новаторы. Таким центром, одним из таких центров притяжения, площадкой для общения, для дискуссий может и должна стать так называемая точка кипения, которая уже работает в Москве, в Петербурге, в Иваново и вот теперь здесь, в Карелии, в Петрозаводске. Кстати, это возможность для региона, для предприятий находить молодые, амбициозные, перспективные кадры для работы по различным направлениям и на различных уровнях. Отмечу, что вся необходимая организационная работа была проведена достаточно быстро. Исполняющий обязанности губернатора Республики Артура Львович Парфёнчиков тему, мне кажется, почувствовал, сам заинтересовался этим, загорелся. Я хотел бы поблагодарить вас за оказанное агентство содействия. Ещё раз хочу выразить надежду на то, что это сотрудничество будет очень полезным для региона. Уважаемые коллеги, остановлюсь на нескольких конкретных направлениях, которые мне представляются наиболее важными. Нужно продолжить работу по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, чем вы занимаетесь на протяжении уже достаточно долгого времени. Серьёзным стимулом для изменения здесь стал национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. И регионы, которые получили или получали пока довольно низкие оценки, начали действовать более активно, что называется, шевелиться, начали более активно работать с предпринимателями. Выросла конкуренция между субъектами Российской Федерации. Конечно, я ведь постоянно общаюсь с руководителями регионов. Здесь можно и похихикать немножко, говорить, что все эти инновации, они немножко оторваны от жизни, что жизнь многообразнее и сложнее. Но похихикать можно посмеяться, но для меня очевидно, что эта деятельность в абсолютно правильном направлении развивается, и она нужна. Нужна, потому что если этого не делать, то всё постепенно погружается в болото. Я считаю, что рейтинг должен стать составной частью системы оценки деятельности управленческих региональных команд. И прошу правительства соответствующие изменения подготовить. Также отмечу результативную деятельность клуба лидеров по снятию административных барьеров на местах. И желаю клубу дальше трудиться столь же плодотворно. Далее. ОСИ играет важную роль в повышении престижа рабочих профессий. Считаю это направление деятельности особенно важным. Результаты чемпионатов среди молодых профессионалов становятся ориентиром для учреждений среднего профессионального образования. Думаю, что вам нужно уделить самое пристальное внимание и подготовке инженерных кадров, прежде всего в региональных вузах, которые готовят специалистов для конкретных предприятий. В этой связи обращаю внимание и на возможность, которая предоставлена высшим учебным заведением, законом несколько лет назад, имея в виду малое и среднее предпринимательство при высших учебных заведениях с использованием оборудования, площадей и так далее. Вот здесь, в университете, где мы находимся, руководитель тоже показывал, и, мне кажется, достаточно убедительно говорил о том, как развивается этот вид деятельности здесь. Причём по самым разным направлениям, и ребята под руководством своих наставников добиваются весьма значимых интересных результатов. Особое значение в повестке ОСИ приобретает и социальное направление. Только что мы встречались с представителями некоммерческих благотворительных организаций, волонтёрами. Они работают в образовании, здравоохранении, помогают детям, пожилым людям, тяжелобольным. Что в этой связи, считаю, необходимо отметить? У регионов должно быть чёткое понимание своей ответственности за формирование благоприятной, дружественной среды для работы негосударственного сектора. И просил бы агентство разработать стандарт поддержки добровольчества и некоммерческих организаций в субъектах федерации. Речь идёт о конкретных правовых, финансовых, организационных инструментах, которые мы сегодня, кстати говоря, обсуждали в ходе встречи с представителями некоммерческого сектора. И ещё у нас действует механизм грантов для НКО и общественных организаций. Он достаточно эффективен, и сегодня тоже вот об этом говорили, мне было приятно это услышать, но, по сути, направлен на поддержку уже работающих структур. Сегодня на встрече справедливо ставился вопрос о создании комплексной системы развития добровольчества, НКО, социального предпринимательства, чтобы ещё больше энтузиастов могло приносить реальную пользу людям, обществу, помогать людям. Хотел бы услышать и сегодня на встрече ваше предложение на этом направлении. Пожалуйста, слово Светлане Витальевне. Прошу вас. Владимир Владимирович, спасибо большое за высокую оценку. Я хотела бы поблагодарить всех членов наблюдательного совета, присутствующих здесь, которые не смогли принять участие, потому что это действительно результат общей работы. И вот каждый из присутствующих здесь, Герман Оскарыч, который не смог присутствовать, мы взаимодействуем по всем проектам, по инициативам. По сути, у нас уже такая партнёрская площадка, и с каждым реализуются проекты в сфере образования и по инвестиционному климату. А Герман Оскарыч ещё не смог присутствовать. Он такой важный. Он заболел. Заболел. Ну, пусть поправляет. Но поддерживает как раз по образовательным трекам, по навыкам будущего, то есть прям ряд проектов, которые реализуем вместе. Безусловно, для нас приоритетным, Владимир Владимирович, остаётся развитие предпринимательства и развитие лидеров в различных направлениях и в экономической сфере, и в социальной сфере. Мы не забываем и про отдельные лидерские проекты. У нас с начала года поступило 268 проектов. Сейчас в портфеле каждого из направлений молодые профессионалы, новый бизнес, социальные проекты. У нас где-то 100 проектов, которые сопровождаются сейчас именно отдельно, непосредственно локально. Что касается инвестиционного климата, вы отметили, в этом году мы представили результаты национального рейтинга на Питерском форуме. Вы тоже озвучили достижения наших регионов, которые впервые вошли в двадцатку, впервые вообще попали в десятку по оценке бизнеса. Это и Москва, и Московская область, и Санкт-Петербург. Для нас, конечно, очень важны и Москва, и Санкт-Петербург с точки зрения оценки России в рейтинге Всемирного банка Doing Business. И вот на встрече с волонтерами у нас была такая лучшая образовательная практика УЧРУ, ребята, которые вышли на рынок уже стран БРИКС. И я хотела бы тоже передать, мы недавно встречались с коллегами Министерства экономического развития, с коллегами Всемирного банка, обсуждали ту работу, которая сегодня ведется в части создания благоприятных условий для бизнеса. Им очень интересен наш проект, именно национальный рейтинг, потому что, мне говорят, хорошо, что Москва, Санкт-Петербург, мы видим, как они серьезно продвинулись. Но очень важно, чтобы все другие регионы также не останавливались и все новые технологии применялись во всех субъектах. И есть уже запрос от ряда стран, наших партнеров, друзей, которые хотели бы получить это как некий стандарт работы, методику работы, как у нас эта деятельность была организована, и как Россия за столь короткое время сумела такой рывок сделать именно по различным направлениям услуг для бизнеса и в стройке, и в энергетике, и в сфере налогообложения экспортного потенциала. Поэтому здесь мы тоже думаем, как это уже описать, как некий стандарт, который можно передавать. Посолы Аргентины недавно встречались, они просят это уже как некую практику описать. Приедут поучиться. Мы с удовольствием поделимся с коллегами той работы вместе с Министерством экономического развития, с членами правительства, которое организовано сегодня и реализуется и в регионах, и на федеральном уровне. Мы с удовольствием коллеги из Индии и из ряда других стран, поэтому я думаю, что мы здесь, есть чем поделиться. Безусловно, работа с регионами выходит абсолютно на новый уровень, и здесь мы абсолютно видим свое практическое применение. И очень важно то доверие, которое главы субъектов сегодня нам оказывают. И действительно, очень многие инициативы, проекты, уже как магазин лучших практик, по нескольку инициатив реализуются на местах. Новгородская область разработали совместно, по вашему поручению, стратегию развития региона. И что очень важно, Владимир Владимирович, это не просто талмуд бумаги, там нет такого. Мы со всеми муниципалитетами проехали, встречались, Андрей Сергеевич, лично, что нужно гражданам, что нужно предпринимателям, что нужно жителям, какие точки роста могут быть, чем хотят люди заниматься, какие компетенции нужны, что с точки зрения качества развития образования, доступности системы здравоохранения. Поэтому это вот тот документ, даже вот просто основные какие-то принципы, которые поддержаны сегодня жителями. Бизнес готов вкладываться в эту инфраструктуру, но губернатор, конечно, прикладывает все усилия для того, чтобы привлечь уже федеральные ресурсы и ресурсы всех институтов развития. Поэтому вот в этой идеологии, по сути, сегодня работаем со всеми регионами. Я думаю, конечно, что сегодня у нас дан старт по взаимодействию с Карелией, и здесь тоже с Артуром Олеговичем договорились, как нам дальше уже реализовывать те приоритеты, которые уже сегодня и вчера бизнес и жители обозначили. Мы недавно движение WorldSkills, которое вы тоже поддержали, поддерживаете, провели Всероссийский чемпионат рабочих профессий в возрослой категории и в юниорской категории, это школьники, и у нас с огромным отрывом выиграли команда Москвы, Татарстана и Краснодарского края, по сути, собрав все золотые медали. Но очень важно дальнейшие решения и дальнейшие шаги руководителей субъектов с точки зрения именно подготовки кадров и мотивации ребят. И Татарстан, Рустам Другалевич, по сути, сейчас дал поручение перестроить всю систему подготовки в среднепрофессиональном образовании на международные стандарты WorldSkills. Мы сегодня с Татарстаном пилотно реализуем стандарт по подготовке кадров именно для промышленности. И здесь комплексно взаимодействуем и с общеобразовательными учреждениями, с вузами, со среднепрофессиональными учреждениями, непосредственно с предприятиями, с работодателями, здесь и дуальное образование, и стратегия именно подготовки кадров, какие приоритеты, по каким компетенциям сегодня Татарстан будет развивать и готовить кадры. И очень важно, что Рустам Другалич уже поставил задачу, чтобы те компетенции были даже не только что WorldSkills, а уже компетенции будущего, IT, цифровая экономика, то есть те компетенции, которые будут востребованы уже через год, через два года. Москва выделила гранты победителям в таких чемпионатах рабочих профессий, теперь это будет на ежегодной основе, и, конечно, это серьёзная мотивация для ребят и вообще в целом для перестройки этой системы. Работодатели, конечно, это оценивают и, безусловно, участвуют в этой работе. По социальным практикам Сергей Иванович Морозов, как раз сегодня благотворительные фонды поднимали вопрос по проекту «Открытая реанимация». Артур Олегович, пилотные регионы, которые сегодня эту практику будут внедрять. Мы поддерживаем, что это, конечно, должно быть не жёстко, как какие-то порученческие решения. Безусловно, здесь нужно прислушиваться к мнениям врачей, но потихонечку лучшие вещи, которые получаются сегодня, потихоньку показывать, как это в больницах может быть устроено. И мы показывали заместителю министра здравоохранения России, как Сергей Иванович городскую больницу сегодня обустроил для совместного пребывания в революционных отделениях для родителей, где и для ребёнка это очень комфортно. И родитель спокоен, и помогает, наоборот. И врачи видят помощника, наоборот, не родители мешают, они помогают в уход за детьми. В Калининградской области в части развития киноиндустрии мы здесь тоже реализуем вместе с Ассоциацией кинопродюсеров проект по привлечению инвестиций в эту сферу, в том числе и международных компаний, российских компаний. И коллеги сегодня на региональном уровне тестируют и Ульяновскую область систему ребейтов, возвратов на те деньги, которые вложены сегодня рынком. И уже несколько проектов сегодня запущено в Ульяновске и у Антона Алиханова. И мы надеемся, что это будет тоже популяризировать территорию нашей регионы и в России, и за рубежом будут узнавать о тех прекрасных местах, какие у нас есть в России. Что касается навыков будущего, безусловно, ключевая наша задача, и у нас ряд проектов и в школах, и в дополнительном образовании, и, безусловно, то, что делает Дима, молодые профессионалы с точки зрения как раз компетенции будущего уже в национальной технологической инициативе цифровой экономики. Он подробнее расскажет об этом потом. Я хотела бы отметить несколько вещей. Те же Кванториумы, которые мы вам представляли, вы открывали несколько, уже сегодня в 30 регионах работают. 60 тысяч детей прошли через эти площадки. Это уже как франшизу используют, в том числе и другие системы дополнительного образования. В этом году еще откроются, по-моему, в порядке 17 регионов такие детские технопарки. У нас проводятся национально-технологические олимпиады по национально-технологической инициативе. Уже порядка 100 детей у нас победители такой олимпиады. Мы вместе со Сбербанком провели, точнее, Сбербанк все-таки был на первом месте, мы были партнерами проекта «Школа навыков XXI века» и вместе с «Высшей школой экономики». Со всей страны мы собрали заявки лидеров проектов, которые сегодня предлагают инновационные решения именно на формирование навыков будущего у детей в школах. Лучшие проекты получили поддержку агентства стратегических инициатив, мы их берем тоже для тиражирования в других регионах. Мы хотим, чтобы на следующий год этот конкурс был более масштабным. Мы провели в этом году федеральную смену в Артеке, где вместе с детьми учились социальному проектированию. Ребята 14-16 лет думали, как от идеи, которая именно решает какую-то социальную проблему, социальную задачу, предложить проект, который бы ее решал. И вот в течение двух недель ребята предложили очень интересные проекты. Мы вместе с экспертами тоже из Бирбанка, благотворительных фондов и руководителей частных акселераторов проводили тренинги, работали с командами. 17 потрясающих проектов, Владимир Владимирович, и сегодня Андрей Рэмович тоже о нескольких рассказал. По сути, готовые уже к реализации. И действительно, и Министерство экономического развития, и фонд Сбербанка уже взяли их с точки зрения дальнейшего сопровождения, финансирования и реализации. Приведу пример, пару проектов. Дворовые Олимпийские игры. Дети предложили, так как очень много времени сейчас проводится с гаджетами, они не общаются со сверстниками, помимо школы, потому что там секции, еще что-то, проводить такие дворовые олимпиады по видам спорта, их пока еще нельзя назвать, но на тех же гироскутерах, на скейбордах, на велосипедах. Я уже даже не могу выговорить все те приспособления спортивные, которые сегодня наши мальчишки и девчонки используют во дворах. Очень хороший проект, идея, мне кажется, тоже такую дворовую культуру, ее надо возрождать, чтобы ребята соревновались и осваивали вот именно навыки все-таки физические и умение общаться во дворе с соседями. Ребята предложили проект «Дети учат детей», приложение, где каждый ребенок, у которого лучше что-то получается, например, собрать какого-то робота, он показывает, учит, как это делать, и более младшего возраста или, может быть, более неопытные могут перенимать этот опыт и делать, может быть, лучше. Если мы говорим об эффективном управлении, то, конечно, оно также очень востребовано в социальной сфере, и мы здесь тоже работаем с руководителями субъектов, у нас тоже в рамках вашего поручения есть уже ответственные за реализацию дорожных карт региональных по доступу в негосударственного сектора, в социальную сферу. И такие площадки, может быть, мы уже надоели с нашими проектными офисами, но они действительно работают сегодня в регионах, и по инвестклимату мы хотим, чтобы такие же проектные офисы у нас эффективно работали в социальной сфере. И на эти площадки сегодня коллеги приглашают представителей НКО, волонтерских организаций, благотворительных фондов, где вместе обсуждают как раз вопросы, как снять какие-то барьеры и инициативы граждан реализовать на уровне каждого субъекта. Вы давали поручение разработать план развития добровольчества в Российской Федерации, мы его подготовили вместе с Общественной палатой, с Министерством экономического развития, правительством, он сегодня утвержден, осталось, конечно, его реализовать, и это самое главное. Он поддержан добровольческим сообществом, потому что более 300 региональных организаций именно принимали участие в его составлении. Безусловно, необходима работа на местах в регионах, потому что на встрече сейчас с добровольцами, с благотворительными фондами действительно очень много поднималось вопросов. Владимир Владимирович, Вы говорили, что это компетенция именно субъектов Российской Федерации. Поэтому мы такой стандарт сегодня предлагаем на решение одобрения наблюдательного совета стандарт развития и взаимодействия именно региональных органов власти и добровольцев на местах в регионах. Это несложный какой-то документ, это всего 9 шагов, 9 пунктов, которые сегодня каждый регион может принять, чем обеспечит запрос, именно ответ на запрос сообщества. О чем я говорю? Ну, первое, это вот как раз регламент взаимодействия между региональными органами власти и добровольцами. Это понятные, четко прописанные правила, это требования к добровольцу. Помните, мы тоже с Вами говорили, что это за субъект, такой волонтер или доброволец, для директора, например, больницы или школы. Он несет персональную ответственность за безопасность в своем учреждении. Поэтому, конечно, доброволец должен соответствовать некоторым требованиям, может быть, работать в том числе через НКО для того, чтобы снять вот эти риски для руководителя учреждения. Это все должно быть прописано в регламенте. И у нас есть уже регионы, где такие документы приняты. И мы тоже их как лучшую практику, как методические рекомендации уже прописываем, что это должно быть за документы, как он может работать. Второе, это ответственное лицо на уровне субъекта. Тот же, не знаю, это может быть заместитель руководителя субъекта, который для себя в своей повестке волонтерство и расширение и развитие НКО не является такой проблемой по остаточному принципу, а это должно быть приоритетной для него задачей, за которую с него будет спрашивать руководитель субъекта. Третье, это, безусловно, инфраструктура. Это центры, ресурсные центры, это центры развития добровольчества. Это та площадка, которую сегодня сможет предоставить и обучающие образовательные программы, и лучшие практики по развитию добровольчества для региона. И реализацию партнерских программ вместе с крупными корпорациями, с благотворительными фондами. И та же самая оценка некого профиля добровольца для участия в большей степени волонтерства в социальной сфере. Очень важна информационная поддержка, и тоже сегодня многие об этом говорили. Вот этот федеральный портал «Добровольцы Российской Федерации» мы готовы тоже предлагать нашим регионам для того, чтобы они подключались к этой системе, чтобы была информация на уровне регионов об этой системе, и была возможность для каждого жителя участвовать и в региональных программах каких-то, и в федеральных, в части добровольчества и оказания помощи разным группам. Это, безусловно, мотивация, но не материальная, Владимир Владимирович, а, скорее всего, такое признание, наверное, и какая-то благодарность и поддержка добровольцев. И во многих регионах тоже сегодня существуют такие региональные награды, значок добровольцева, либо грамота добровольцу. Для них это очень важно. Они действительно за это борются, в хорошем смысле слова. Это поддерживает, наверное, их даже так духовно, что они делают правильное дело, и оно важно и нужно. Поэтому тоже хотим, чтобы во всех регионах, которые будут применять этот, внедрять стандарт, чтобы такие награды были. Владимир Владимирович, а если еще на государственном уровне ваш какой-то будет значок добровольцам, то, конечно, это было бы серьезным для них стимулом и мотивацией. Я думаю, даже мы и наши дети, конечно, хотели бы получить такую награду. Поэтому если бы была возможность тоже поддержать и рассмотреть. Безусловно, обратная связь, Владимир Владимирович, потому что невозможна работа проектного офиса без непосредственно людей, которые заняты и работают в этом секторе. Потому что вот этот стандарт, ну, не везде губернатор даже может проконтролировать, насколько он работает и действительно отвечает потребностям добровольцев. И важно, чтобы был какой-то координирующий орган, совет, может быть, при губернаторе, как мы делали, инвестиционные советы, которые рассматривают сегодня на уровне губернатора проекты, то же самое сделать именно для добровольцев и негосударственного сектора. Когда будет площадка, где они смогут говорить, что работает, что получается, давать обратную связь, предлагать какие-то новые проекты. Вот, по сути, это набор вот этих требований, который основан уже действительно на реальных примерах, которые реализуются в ряде субъектов. Нам просто нужно расширить. Где-то это один пункт, где-то два пункта. А мы хотим, чтобы вот эти девять пунктов были реализованы. Уже 37 субъектов выразили готовность внедрять этот стандарт. Поэтому я думаю, что уже эту работу начнем, если наблюдательный совет поддержит, и такой стандарт реализуем. Конечно, результаты будут уже видны, я думаю, в этом году, потому что это серьезно облегчит и доступ, и расширит возможности участников-добровольцев. Безусловно, очень важным является как раз рост вот таких проектов. Я еще вхожу тоже в число экспертов как раз фонда по распределению президентских грантов. Очень серьезно, действительно, фонд помогает сектору НКО в регионах. И потрясающие проекты ребята присылают. Мы недавно проводили как раз вот такую экспертную комиссию, где смотрели заявки. Но не хватает, Владимир Владимирович, именно помощи, поддержки такой консалтинговой представлений заявки, как правильно описать проект, оценить его результат, ресурсы свои оценить. Поэтому вот те ресурсные центры, центры инноваций в социальной сфере, которые сегодня Министерство экономического развития, мы тоже участвуем в этой работе, в ряде регионов создали. Конечно, такая инфраструктура должна быть создана в любом субъекте, потому что она востребована. Но это именно грантовая поддержка. Мы хотим, чтобы развивались компетенции предпринимательские. И это возможно. Очень много проектов сегодня, ребята сегодня присутствовали, которые относятся уже к категории социального предпринимательства. Этот проект, который решает реальную социальную задачу, помогает незащищенным слоям населения, но он вполне может быть окупаемым. Просто у лидера проекта не хватает тех знаний, нужных компетенций именно в разработке бизнес-модели, привлечении потенциальных партнеров, инвесторов, стейкхолдеров. И вот эти программы акселерации, программы роста таких проектов, они, конечно, очень востребованы. И механизмы финансовой поддержки. Нужны возвратные механизмы. Можно предлагать финансовые ресурсы возвратные, но не банковские. Ребята, конечно, не клиенты сегодня банков и даже не корпорации МСП. У них нет залогов, у них нет обеспечения, у них нет, по сути, какой-то оборотки. Они не могут показать банку, что они устойчивы и смогут обеспечить этот кредит. А банку они неинтересны, они, во-первых, даже не умеют оценивать такие проекты, и они им просто неинтересны. Но мы увидим за это будущее, это показывает и международная практика, и наша российская практика. Поэтому спасибо вам огромное за поддержку, когда я весной предложила возможность разработки такого механизма. Владимир Владимирович, мы встретились с рядом экспертов, с крупными предпринимателями, с бизнесменами, те, кто работают сегодня в секторе и корпоративной, и социальной ответственности. У кого так или иначе есть какой-то уже опыт оценки таких проектов. Проект очень востребован, это все подтвердили. И мы решили, что можем начать, может быть, с небольших вливаний в этот фонд. Фонд за счет внебюджетных средств может быть реализован. Портрет таких социальных предпринимателей – это небольшие проекты именно в социальной сфере. Сумма необходимых инвестиций в среднем – это 2,5 миллиона. Срок, на который им нужен займ – от года до трех лет. Они вполне могут возвращать такие кредиты. Но вот эта дополнительная как раз акселерационная программа, она и как раз снимает вот эти риски невозвратности. Потому что, когда мы видим, мы работаем с этим проектом, мы уже его довели до степени финансовой устойчивости, что он может быть именно окупаемым проектом и дальнейшее сопровождение. То есть мы не только его финансируем, но дальше в течение года есть некий наставник, ментор, который помогает лидеру проекта правильно его структурировать и реализовать. Запрос такой есть. У нас сегодня Виктор Виксельберг подтвердил свою заинтересованность, участие и в учреждении такого фонда, и в финансировании такого фонда, и согласился войти в состав Попечительского совета. Сергей Солонин, финансовая группа «Киви», который также подтвердил заинтересованность и сказал, что он будет участвовать в работе фонда. Сергей Горьков готов тоже войти в Попечительский совет, и мы тоже уже прорабатывали даже акселерационные программы и те компетенции, которые сегодня есть у ВЭБа с точки зрения оценки проектов. Представители профильных ведомств Министерства экономического развития, Минтруда, Министерства здравоохранения готовы войти в наблюдательный совет с точки зрения именно контролирующего органа и оценки проектов, их экспертизы и действительно соответствия тем социально важным задачам, которые нам сегодня необходимы. Желающих, команда вот такая первая ядерная есть, особенно важен этот проект у нас просто губернатор Сахалина, он говорит, я прям готов тоже принять участие. И важно для Сахалинской области, для регионов Дальнего Востока, потому что социальное предпринимательство может быть там точкой роста. В небольших городах, отдаленных пунктах, где вот именно такая самозанятость, реализация таких небольших проектов, она обеспечит стабильность и финансовую устойчивость и благополучие людей, проживающих в таких регионах. Поэтому, Владимир Владимирович, если поддержите, мы, конечно, готовы запустить работу фонда. Безусловно, хотим выйти на окупаемость, чтобы эта модель была устойчивая. Сейчас с финансовой модели мы закладываем, что в течение трех лет фонд должен стать окупаемым, выйти на окупаемость. И очень важно, чтобы вот сама модель работы фонда «Организация и его работа» как франшиза могла быть также тиражирована и предложена на уровне субъектов Российской Федерации. Любые компании могут создавать такие венчурные фонды по финансированию социальных стартапов. Тогда, конечно, в масштабах страны это будет серьезный механизм, инструмент для того, чтобы вот такие социальные предприниматели, как «Работа для мамы», «Сурда онлайн», «УЧИРУ» могли расти и развиваться. Владимир Владимирович, если поддержите, мы готовы начать уже работу с сентября. Спасибо. Мы это все проработаем еще. Как уже говорили, на встрече с представителями НКОС, волонтерами, будем, безусловно, двигаться в этом направлении. Надеюсь, что мы этот проект реализуем. Так, пожалуйста, Артем Давидович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, Светлана Витальевна рассказала об очень важных социальных проектах, а я, если позволите, сразу перейду к бизнес-проектам, производственным проектам, которые мы сегодня выносим на наблюдательный совет. Мы сегодня выносим четыре проекта, все они прошли экспертный совет и получили соответствующее согласование в министерстве и ведомстве. Начну с компании «Санкт-Петербурга», которая разработала программно-аппаратный комплекс для мониторинга промышленного оборудования. В чем он уникален? То, что он объединяет в единое пространство как новые станки, так и станки предыдущих поколений, так как зачастую заменить весь парк сразу, когда компания модернизирует, практически нереально. Там сигнализируют датчики, датчики простоя, все это можно управлять с помощью смартфона, планшета. По экспертным оценкам, вот такой комплекс, если предприятие обладает 100 станками и работает в две смены, он позволяет получить экономическую выгоду порядка 100 миллионов рублей в год. Вторая компания – это «Протон Электротекс» из Орла. Она уже поставляет свою продукцию в более чем 70 стран мира. Речь идет о полупроводниках, и мы планируем здесь активно поработать с Минпромторгом, потому что это направление, где 95% импортируется сейчас. Мы считаем, что эту ситуацию можно и нужно исправлять. Также коллеги из Орла просят нас оказать содействие в коммуникациях с крупными госкомпаниями. И вот еще хотел бы представить вашему вниманию так называемый «умный браслет». Умный сейчас у меня на руке. Владимир Владимирович, разрешите мне его показать? Пожалуйста. Это уникальная отечественная разработка, первое устройство в мире, определяющее уровень эмоционального напряжения, а также уровень гидротации через кожу, то есть по сути определяет водный баланс, нужно воду или не нужно. Значит, они сейчас уже начали за рубеж это поставлять. Сейчас… Где показатели-то? Значит, кнопка сбоку. Андрей Рыбович знает. Можно ли это? Значит, ну чем это интересна история? То, что можно объединить все в единый информационный центр и на производствах опасных, значит, где нужна информация, значит, о физическом состоянии сотрудников, значит, все это будет в единый информационный центр поступать и отслеживаться, и можно таким образом отслеживать физическое состояние персонала. Мы планируем помочь коллегам с внедрением на крупных добывающих и производственных предприятиях, на особо опасных участках. Это что такое, проценты? Значит, первый процент – это зарядка. А второе – стоимость. А стоимость услуги. Да, значит, ну там есть функция, которая определяет уровень стресса. Там надо где-то минут 30 подождать, потому что она сразу не покажет, то есть она сканируется с осудом. В это время как раз заснёшь, стресс будет минимальным. Да? Будем ждать или вы продолжите? Я продолжу, да. Уважаемый членов Совета, да, с вашего позволения перехожу ко второму вопросу, моей повестке, а именно клубу лидеров. В этом году клуба исполняется пять лет. Это калории, которые потребляют во время обеда? Можно на iPad выводить, вставить на экране, прям в график. Ты ешь, например, я пробовал, то же у тебя на экране начинается. Да? То есть там программа, надо её закачать. Ешь, и на экране появляется количество калорий, которые я просил. Да, калории, значит, да. Безобразие, надо выбросить их немедленно. Жить невозможно. Извини, продолжай, пожалуйста. В этом году клубу лидеров исполняется пять лет. Пришло подвести время, подвести итоги прошедшей пятилетки и определить планы на будущее. Но если позволите, вначале расскажу, как всё начиналось. Пять лет назад группа предпринимателей, небольшая, 50 человек, обратились через СМИ, это было открытое письмо в газете «Коммерсант» в адрес ОСИ с просьбой поддержать создание неформального бизнес-объединения. И наблюдательный совет ОСИ поддержал. Хотя справедливости ради должен сказать, что на первом этапе были скептики, кто считал, что клуб будет дублировать функции уже существующих бизнес-объединений. Но сейчас, по прошествиям пяти лет, для всех очевидно, что формат клубный, неформальный, никакой иерархии, просто сплочённая команда предпринимателей и единомышленников. И вот, я уверен, Александр Николаевич Шохин это подтвердит, так как буквально несколько месяцев назад провёл с клубом лидеров несколько дней на Северном полюсе. Ночевал с нами в палатке, когда на улице было ниже минус сорока градусов. За эти пять лет многое было сделано. Я лишь расскажу о некоторых знаковых проектах клуба. Ну вот то, что визитной карточкой клуба стали контрольные закупки, это ни для кого не секрет. Их проведено более пятисот практически во всех регионах страны. И, ну, по сути, мы мониторили правоприменительную практику. Результатом этого явилось упрощение пятидесяти, даже сокращение пятидесяти избыточных процедур ведения бизнеса. И здесь я должен сразу поблагодарить всех присущих коллег из опоры России, из деловой России, из ТПП, из РСПП, так как эту работу мы делали и продолжаем делать вместе. Для изучения лучших практик предприниматели из клуба лидеров исколесили почти весь мир. Изучали опыт лидеров стран Всемирного банка, рейтинга. В этих странах мы встречались как с предпринимателями, так и с чиновниками, которые отвечают за бизнес-климат. Также клуб лидеров приобрел свою известность благодаря двум масштабным телевизионным проектам с ВГДРК. Одна программа называлась «Делай бизнес», а вторая называлась «Агент бизнеса». Вот в рамках последнего проекта мы объездили 30 регионов, при этом не афишировали свой приезд для того, чтобы картинка была максимально объективной. По итогам был составлен рейтинг делового гостеприимства, который мы презентовали на форуме в Санкт-Петербурге. Я должен признаться, что я тоже выступил сам агентом бизнеса, я поехал в Татарстан, при этом мы заявили другого предпринимателя, я полетел не на самолете, я поехал на поезде. Но буквально не прошло и полдня, коллеги из Татарстана меня раскусили. Признали. Раскусили, но могу сразу сказать, на рейтинг это никак не повлияло, Татарстан на первом месте в итоге всё равно оказался. А вы говорите, не повлияло. Отдельное направление, которое способствует команду образованию, это экспедиции. У нас было их много. Владимир Владимирович. Татар решил обмануть, не получится. Экспедиции было много, но я хотел бы вкратце, чуть-чуть подробнее рассказать об одной. Это достаточно масштабная экспедиция, достаточно много предпринимателей, около 40 человек. Прошлым летом, в июле, восходили на Эльбрус. И вот почему я не говорю, не потому что погодные условия были, мягко скажем, не очень благоприятные, Андрей Ромич знает, он тоже с нами был, а потому что это была первая международная экспедиция клуба лидеров. И когда всё удачно завершилось, и все вернулись домой, участник экспедиции, китайский бизнесмен Лю Уэймин, он проникся духом клуба, вернулся в Россию, начал реализовывать свой проект по производству томатной пасты. И к чему я это всё говорю, что вот мы, когда ездили, изучали опыт других стран, очень много наших соотечественников, предпринимателей, которые проживают за рубежом. Но они, встречаясь с нами, с членами клуба, они загорались нашими идеями, экспедициями, и они хотят инвестировать в Россию. Поэтому ближайшие планы клуба лидеров – это международная экспансия. Мы решили начать с Евразеса. Со Светланой Витальевной мы были не так давно в Армении, встречались с президентом, рассказали о клубе лидеров. Серж Саркисян поддержал эту идею. И вот уже в сентябре первая зарубежная международная ячейка клуба лидеров открывается в Армении. И в завершение, уважаемые коллеги, я хотел поблагодарить всех за поддержку и вас лично, Владимир Владимирович, за поддержку проекта «Клуб лидеров». Спасибо. Спасибо вам. Дмитрий Николаевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены для этого совета. Мы в нашей работе концентрируемся на трех сегодня направлениях, которые можно свести к следующему. Первое – мы стараемся работать над образом будущего страны, над технологиями и людьми, которые этот образ будущего создают. Целый ряд продуктов, которые мы сделали за последнее время, это и атлас новых профессий, который сегодня стал почти в каждой школе востребованным инструментом профориентации. И форсайт-движение, по стране сегодня идет форсайт-навигация. Если раньше мы одни на корабликах ходили, то в этом году это уже 15 регионов самостоятельно, сами. То есть это уже совокупно десятки тысяч человек. Мы тиражируем формат точки кипения, о котором вы сказали. Сегодня в очереди стоит 25 регионов на открытии. Мы пока не можем удовлетворить этот спрос. То есть у нас гигантская сверхвостребованность в нашей деятельности. Мы, честно говоря, не справляемся с этим огромным валом запросов на тиражирование наших продуктов. В Лидер-Айди, вы видели нашу систему, сегодня больше 100 тысяч человек. Гигантский интерес, поддерживаю коллег, гигантский интерес международный. То есть уже к нам обращается Всемирный банк с просьбой стать нашим агентом по тиражированию наших практик в мире. Вот сейчас приглашали в июле уже, стеции, на самом деле, семинар в Вашингтоне и начинать это как постоянную деятельность. Но мы попросили чуть-чуть подождать. То есть нам реально нужен совет, потому что востребованность этого, она какая-то колоссальная, судя по всему, получается. И по WorldSkills у нас на национальный чемпионат заявилось 40 стран. Мы смогли позвать 21 страну, 19 не смогли, потому что у нас не нашлось выставочного комплекса, который был бы способен их разместить. В стране не нашлось? Да, да. Вот масштабы деятельности сейчас… Попросили бы Сириус, знаете, сколько площадь… Главного медиа-центра. Ну, то есть, вот, обращаю Ваше внимание на то, что вы так недостаточно активно ищете… Ну, мы не ожидали такого спроса, действительно, со стороны… Да, на стадионе можно на каком-то… Со стороны там нельзя, это завод строится, там очень строгие требования. Это же сотни станков, которые размещаются на это время. Оборудование размещается. Оборудование размещается. С особыми требованиями. Оборудование размещается. Оборудование размещается за эту систему. Вот, атлас новых профессий, методики наши форсайтные, вот есть этот огромный запрос востребованности международного. У нас пока такого отдельного направления деятельности нет в агентстве, ресурсов на это тоже нет, но востребованность есть. То есть, мы сейчас вот думаем, как правильно эту работу организовать. Второе направление, которым мы занимаемся, это новые рынки и технологии. Национальная технологическая инициатива, ну, примерно мы раз в год удваиваемся по объему людей, рынков, проектов. Вместе с правительством сегодня это уже более 700 компаний. Интегрируемся с программой цифровой экономии, интегрируемся с стратегией научно-технологического развития, которую Андрей Александрович Форсенко делает. Начали сейчас потихонечку подключать госкомпании. На старте боялись, чтобы они там не переформатировали все под себя. А сейчас ведем тяжелые переговоры, как сделать так, чтобы они наших малышей не съели, когда в национально-технологическую инициативу войдут. Ну, у нас есть инстинкт такой, что если госкомпания, то она считается центром вселенной и немедленно все поглощает, до чего она дотягивается. Так и делают, правда, вы говорите. Да, вот очень опасно с точки зрения развития. Разве некоторые из них. Мы, конечно, понимаем, что на этих рынках будущего ключ – это люди и новые рабочие места. С одной стороны, с другой стороны, эти рынки и технологии выбрасывают огромное количество людей с рынка. И задача, над которой мы сегодня серьезно думаем, это то, что называется массовые новые профессии. То есть куда нам трудоостраивать тех людей, которые будут высвобождаться в ходе автоматизации, внедрения технологий, роботизации и всего остального. Это очень серьезная задача. Под новые рынки и технологии мы фактически сегодня создаем опережающую систему образования. Что это такое? Сегодня фактически любой родитель, начиная ребенок с шести лет и где-то до двадцати восьми, он может попасть в нашу систему и развиваться вместе с нами. Слышали, что сказал? Ребенок от шести лет до двадцати восьми. Расплываются границы. Ну да. У вас это там 25-ти детства официальный стандарт. Ну мы идем дальше. До двадцати восьми. И вот система и джуниор скилл в школах, урок технологии в школах, кванториумы, там где подключился Силиус, Олимпиады НТ, он может с ним идти из одного места в другой. Сейчас мы занялись университетами, то есть мы вот волтскилл уже развернули, сегодня мы разворачиваемся в сторону университетов. Как? С точки зрения навыков тот же волтскилл подключаем, и у нас эту осенью пройдет 56 вузовских чемпионатов. То есть мы в части практических навыков, мы резко разворачиваемся. Потому что по колледжам уже примерно 50%, десятки тысяч людей, все регионы включились, все, там работает хорошо. Сейчас делаем IT-скиллс под цифровую экономику, уже с технологическими компаниями под эту задачу. Навыки будущего фьючер-скиллс под стартапы, все, система развернута. Университеты. В рамках НТИ создаем новый тип магистратур, которые одновременно работают разные вузы, и очень часто это магистратура без преподавателей. Вот тот проект «Кибероссия», который мы вам показывали, но нету по нему преподавателей. Ни стандартов нет, ни методик нет, вообще ничего. Стремительно возникающий новый рынок. Поэтому лучшие, которые уже вышли на рынки, учат своих. Интегрируется все, робототехника, дополненная реальность, блокчейн, вместе с коллегами из Внешэкономбанка делаем этот центр компетенций. Самое удивительное, что происходит. Можно прийти к системе, когда каждый студент в качестве курсовой работы делает компанию и выводит ее на мировой рынок за полгода. То есть вот эта цифровая экономика позволяет вот этот вот срок вывода лишений сократить до практически невероятных возможностей. Программа «Глобальное образование» тоже позволяет тех, у кого не хватает компетенции, отучить там, вернуть к себе. Дальше, когда они уже попадают в компанию, они до 28 лет остаются в нашей системе. Сегодня это десятки тысяч людей по стране. Мы понимаем, что если мы сохраним темпы, то где-то к 2024 году мы выйдем на каждого второго выпускника, то есть где-то 500 тысяч человек в год будет в нашей системе. Если нам, что называется, помочь, то мы можем и более амбициозные цели здесь ставить. Вот все эти новые технологии создают огромное неосвоенное пространство, такая цифровая целина, и в ней можно создавать множество самых разных новых профессий. Там и место кибергрузчикам будет, киберучителям, киберполицейским просто можно трудоустраивать тоже десятками тысяч человек, которые будут следить там за соблюдением в виртуальном пространстве норм уголовного кодекса. И, конечно, с точки зрения занятости, нам кажется, это предельно перспективной историей. Оно создает важнейшую штуку, оно дает ребенку и взрослому человеку мотивацию. То есть вы можете, не знаю, залезть в, что называется, в тело исторического персонажа и прожить с ним какое-то время, стать Петром Первым и вместе с ним проиграть полтавскую битву или выиграть ее. Вот в этой самой дополненной виртуальной реальности. Это плохая игра. Но можно переиграть и научиться принимать параллельные параллельные решения. Полтавская битва выиграна и все. Так же, как и многие другие битвы. Ну, выберем, значит, ту, которую можно, да, да, можно проиграть за шведушку. И, конечно, здесь требуются совершенно новые решения. В рамках такого нового решения мы представили под собой задачу сейчас создать необычный совершенно новый университет. Без стен, без, что называется, капексов, без инвестирования в это университет, который будет выявлять дефициты по компетенциям, если кто-то чего-то не умеет, и выстраивать каждому человеку персональную траекторию, которая их ликвидирует. В этом университете могли бы участвовать и обычные заведения. И если мы знаем, что этот навык, это знание есть только, например, у какого-то академика, то мы можем отправить человека к нему, чтобы он поработал с ним наставником. А если его надо в спортклуб, чтобы он поставил нужные занятия, мы его в спортклуб, и результаты тоже учитываются в модели компетенции этого университета. Мы хотим, чтобы это был первый университет в мире, в котором люди учились вместе с искусственными интеллектами. То есть сегодня высочайшая технологическая революция происходит именно в сфере внедрения искусственного интеллекта уже в обычную повседневную практику. Мы сейчас это не замечаем, но у нас пока российских систем такого рода категорически недостаточно, а мировые, они проникли в каждый практически телефон, в каждый дом, в том числе в России. Нам нужно иметь собственные системы национального искусственного интеллекта, которые бы работали и транслировали в том числе нужные ценности. Потому что сегодня вы покупаете игрушку за 100 долларов, ставите ребенку, она ему поет песенки, рассказывает, формирует фактически его ценности. Но она подключена, например, к искусственному интеллекту компании IBM. Это на английском языке происходит формирование личности. Нам, безусловно, очень быстро нужно формировать подобного рода системы, которые работают с нашим поколением. И вот в рамках работы по университету Инты, или, как мы называем, университету 2035 года, мы хотим вот это совместное обучение, где человек учит искусственного интеллекта, а искусственный интеллект обратно учит его, начать внедрять. Хотим иметь первую тысячу выпускников уже в следующем году, а к 2020 году выйти на 100 тысяч студентов, которые учатся в онлайне и в офлайне в этом университете. Вот, собственно, с этой инициативой мы сегодня выходим по проекту «Кибер-Россия» по массовому обучению сквозным технологиям и по новой форме университета, который там не нужен диплом, не нужны лицензии. Это именно модель компетенции, которую признают работодатели. Они говорят, мы видим, да, человек, навыки есть, он боец, это доказано в этом спортивных состязаниях, он умный, это доказано, он умеет выполнять навыки, например, там в той же системе WorldSkills, готовы его брать. Всё. И не смотрит на, какая у него трудовая книжка, какой у него там, значит, университетский или школьный диплом. Есть подтверждённые навыки и компетенции, вперёд, поехали. Вот обучающая программа – это ещё не совсем искусственный интеллект, в том числе и в игрушках, но то, что двигаться в этом направлении нужно, то есть я согласен. Цифровая экономика, то есть те компетенции, которые будут востребованы уже там через год, через два года. Москва выделила гранты победителям в таких чемпионатах рабочих профессий, теперь это будет на ежегодной основе, и, конечно, это серьёзная мотивация для ребят и вообще в целом для перестройки этой системы. Работодатели, конечно, это оценивают и, безусловно, участвуют в этой работе. По социальным практикам Сергея Ивановича Морозова, как раз сегодня благотворительные фонды поднимали вопрос по проекту «Открытая реанимация». Артур Олегович, пилотные регионы, которые сегодня эту практику будут внедрять. Мы поддерживаем, что это, конечно, должно быть не жёстко, как какие-то порученческие решения. Безусловно, здесь нужно прислушиваться к мнениям врачей. Но вот потихонечку лучшие вещи, которые получаются сегодня, потихоньку показывать, как это в больницах может быть устроено. И мы показывали заместителю министра здравоохранения России, как Сергей Иванович городскую больницу сегодня обустроил для совместного пребывания в реминиционных отделениях для родителей, где и для ребёнка это очень комфортно. И родитель спокоен, и помогает наоборот. И врачи видят помощника наоборот, не родители мешают, они помогают в уход за детьми. Калининградская область в части развития киноиндустрии. Мы здесь тоже реализуем вместе с Ассоциацией кинопродюсеров проект по привлечению инвестиций в эту сферу, в том числе и международных компаний, российских компаний. И коллеги сегодня на региональном уровне тестируют и Ульяновская область, систему ребейтов, возвратов на те деньги, которые вложены сегодня рынком. И уже несколько проектов сегодня запущено в Ульяновске и у Антона Алиханова. И мы надеемся, что это будет тоже популяризировать территорию нашей регионы и в России, и за рубежом будут узнавать о тех прекрасных местах, какие у нас есть в России. Что касается навыков будущего, безусловно, ключевая наша задача, и у нас ряд проектов и в школах, и в дополнительном образовании, и безусловно, то, что делает Дима, молодые профессионалы с точки зрения как раз компетенции будущего уже в национальной технологической инициативе цифровой экономики. Он подробнее расскажет об этом потом. Я хотела бы отметить несколько вещей. Те же Кванториумы, которые мы вам представляли, вы открывали несколько, уже сегодня в 30 регионах работают, 60 тысяч детей прошли через эти площадки. Это уже как франшизу используют, в том числе и другие системы дополнительного образования. В этом году еще откроются, по-моему, в порядке 17 регионов такие детские технопарки. У нас проводятся олимпиады по национально-технологической инициативе уже порядка 100 детей, у нас победители такой олимпиады. Мы вместе со Сбербанком провели, точнее Сбербанк все-таки был на первом месте, мы были партнерами проекта школы навыков 21 века и вместе с высшей школой экономики. Со всей страны мы собрали заявки лидеров проектов, которые сегодня предлагают инновационные решения именно на формирование навыков будущего у детей в школах. Лучшие проекты получили поддержку агентства стратегических инициатив, мы их берем тоже для тиражирования в других регионах. Мы хотим, чтобы на следующий год этот конкурс был более масштабным. Мы провели в этом году федеральную смену в Артеке, где вместе с детьми учились социальному проектированию. Ребята 14-16 лет думали, как от идеи, которая именно решает какую-то социальную проблему, социальную задачу, предложить проект, который бы ее решал. И вот в течение двух недель ребята предложили очень интересные проекты. Мы вместе с экспертами тоже из Бирбанка и благотворительных фондов, и руководителей частных акселераторов проводили тренинги, работали с командами. 17 потрясающих проектов, Владимир Владимирович, сегодня Андрей Рэмович тоже о нескольких рассказал. По сути, готовые уже к реализации. И действительно, и Министерство экономического развития, и фонд Сбербанка уже взяли их с точки зрения дальнейшего сопровождения, финансирования и реализации. Приведу пример, пару проектов. Дворовые олимпийские игры. Дети предложили, так как очень много времени сейчас проводится с гаджетами, они не общаются со сверстниками, помимо школы, потому что там секции, еще что-то. Проводить такие дворовые олимпиады по видам спорта, их пока еще нельзя назвать, но на тех же гироскутерах, на скейбордах, на велосипедах. Я уже даже не могу выговорить все те приспособления спортивные, которые сегодня наши мальчишки и девчонки используют во дворах. Очень хороший проект, идея. Мне кажется, тоже такую дворовую культуру, ее надо возрождать, чтобы ребята соревновались и осваивали вот именно навыки все-таки физические и умение общаться во дворе с соседями. Ребята предложили проект «Дети учат детей». Приложение, где каждый ребенок, у которого лучше что-то получается, например, собрать какого-то робота, он показывает, учит, как это делать, и более младшего возраста или, может быть, более неопытные могут перенимать этот опыт и делать, может быть, лучше. Если мы говорим об эффективном управлении, то, конечно, оно также очень востребовано в социальной сфере, и мы здесь тоже работаем с руководителями субъектов у нас тоже в рамках вашего поручения. Есть уже ответственные за реализацию дорожных карт региональных по доступу не государственного сектора в социальную сферу. И такие площадки, может быть, мы уже надоели с нашими проектными офисами, но они действительно работают сегодня в регионах. И по инвестклимату мы хотим, чтобы такие же проектные офисы у нас эффективно работали в социальной сфере. И на эти площадки сегодня коллеги приглашают представителей НКО, волонтерских организаций, благотворительных фондов, где вместе обсуждают как раз вопросы, как снять какие-то барьеры и инициативы граждан реализовать на уровне каждого субъекта и оценить. Поэтому вот те ресурсные центры, центры инноваций в социальной сфере, которые сегодня Министерство экономического развития, мы тоже участвуем в этой работе, в ряде регионов создали. Конечно, такая инфраструктура должна быть создана в любом субъекте, потому что она востребована. Но это именно грантовая поддержка. Мы хотим, чтобы развивались компетенции предпринимательские. И это возможно. Очень много проектов сегодня, ребята сегодня присутствовали, которые относятся уже к категории социального предпринимательства. Этот проект, который решает реальную социальную задачу, помогает незащищенным слоям населения, но он вполне может быть окупаемым. Просто у лидера проекта не хватает тех знаний, нужных компетенций именно в разработке бизнес-модели, привлечении потенциальных партнеров, инвесторов, стейкхолдеров. И вот эти программы акселерации, программы роста таких проектов, они, конечно, очень востребованы. И механизмы финансовой поддержки. Нужны возвратные механизмы. Можно предлагать финансовые ресурсы возвратные, но не банковские. Ребята, конечно, не клиенты сегодня банков и даже не корпорации МСП. У них нет залогов, у них нет обеспечения, у них нет, по сути, какой-то оборотки. Они не могут показать банку, что они устойчивы и смогут обеспечить этот кредит. А банку они неинтересны, они, во-первых, даже не умеют оценивать такие проекты, и они им просто неинтересны. Но мы увидим за это будущее, это показывает и международная практика, и наша российская практика. Поэтому спасибо вам огромное за поддержку, когда я весной предложила возможность разработки такого механизма. Владимир Владимирович, мы встретились с рядом экспертов, с крупными предпринимателями, с бизнесменами, те, кто работают сегодня в секторе и корпоративной, и социальной ответственности, у кого так или иначе есть какой-то уже опыт оценки таких проектов. Проект очень востребован, это все подтвердили. И мы решили, что можем начать, может быть, с небольших вливаний в этот фонд. Фонд за счет внебюджетных средств может быть реализован. Портрет таких социальных предпринимателей – это небольшие проекты именно в социальной сфере. Сумма необходимых инвестиций в среднем – это 2,5 миллиона. Срок, на который им нужен займ – от года до трех лет. Они вполне могут возвращать такие кредиты. Но вот эта дополнительная как раз акселерационная программа, она и как раз снимает вот эти риски невозвратности. Потому что, когда мы видим, мы работаем с этим проектом, мы уже его довели до степени финансовой устойчивости, что он может быть именно окупаемым проектом, и дальнейшее сопровождение. То есть мы не только его финансируем, но дальше в течение года есть некий наставник, ментор, который помогает лидеру проекта правильно его структурировать и реализовать. Запрос такой есть. У нас сегодня Виктор Виксельберг подтвердил свою заинтересованность, участие и в учреждении такого фонда, и в финансировании такого фонда. Сергей Солонин, финансовая группа «Киви», который также подтвердил заинтересованность и сказал, что он будет участвовать в работе фонда. Сергей Горьков готов тоже войти в попечительский совет, и мы тоже уже прорабатывали даже акселерационные программы и те компетенции, которые сегодня есть у ВЭБа с точки зрения оценки проектов. Представители профильных ведомств Министерства экономического развития, Минтруда, Министерства здравоохранения готовы войти в наблюдательный совет с точки зрения именно контролирующего органа и оценки проектов, их экспертизы и действительно соответствия тем социально важным задачам, которые нам сегодня необходимы. Желающих, команда вот такая первая ядерная есть, особенно важен этот проект у нас просто губернатор Сахалина, он говорит, я прям готов тоже принять участие, и важно для Сахалинской области, для регионов Дальнего Востока, потому что социальное предпринимательство может быть там точкой роста, в небольших городах, отдаленных пунктах, где вот именно такая самозанятость, реализация таких небольших проектов, она обеспечит стабильность и финансовую устойчивость, и благополучие людей, проживающих в таких регионах. Поэтому, Владимир Владимирович, если поддержите, мы, конечно, готовы запустить работу фонда, безусловно, хотим выйти на окупаемость, чтобы эта модель была устойчивая. Сейчас с финансовой модели мы закладываем, что в течение трех лет фонд должен стать окупаемым, выйти на окупаемость. И очень важно, чтобы вот сама модель работы фонда, организации его работы, как франшиза могла быть также тиражирована и предложена на уровне субъектов Российской Федерации. Любые компании могут создавать такие венчурные фонды по финансированию социальных стартапов. Тогда, конечно, в масштабах страны это будет серьезный механизм, инструмент для того, чтобы вот такие социальные предприниматели, как «Работа для мамы», «Сурда онлайн», «Учиру» могли расти и развиваться. Владимир Владимирович, если поддержите, мы готовы начать уже работу с сентября. Владимир Владимирович, как уже говорили, на встрече с представителями НКОС, волонтерами, будем, безусловно, двигаться в этом направлении. Надеюсь, что мы этот проект реализуем. Так, пожалуйста, Артем Давидович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, Светлана Витальевна рассказала об очень важных социальных проектах. А я, если позволите, сразу перейду к бизнес-проектам, производственным проектам, которые мы сегодня выносим на наблюдательный совет. Мы сегодня выносим четыре проекта, все они прошли экспертный совет и получили соответствующее согласование в министерстве и ведомстве. Начну с компании Санкт-Петербурга, которая разработала программно-аппаратный комплекс для мониторинга промышленного оборудования. В чем он уникален? То, что он объединяет в единое пространство как новые станки, так и станки предыдущих поколений, так как зачастую заменить весь парк сразу, когда компания... Вы давали поручение разработать план развития добровольчества в Российской Федерации. Мы его подготовили вместе с Общественной палатой, с Министерством экономического развития, правительством. Он сегодня утвержден. Осталось, конечно, его реализовать, и это самое главное. Он поддержан добровольческим сообществом, потому что более трехсот региональных организаций именно принимали участие в его составлении. Безусловно, необходима работа на местах в регионах, потому что на встрече сейчас с добровольцами, с благотворительными фондами действительно очень много поднималось вопросов. Владимир Владимирович, Вы говорили, что это компетенция именно субъектов Российской Федерации. Поэтому мы такой стандарт сегодня предлагаем на решение одобрения наблюдательного совета, стандарт развития и взаимодействия именно региональных органов власти и добровольцев на местах в регионах. Это несложный какой-то документ, это всего девять шагов. Девять пунктов, которые сегодня каждый регион может принять, чем обеспечит запрос, именно ответ на запрос сообщества. О чем я говорю? Первое, это как раз регламент взаимодействия между региональными органами власти и добровольцами. Это понятные, четко прописанные правила, это требования к добровольцу. Помните, мы тоже с Вами говорили, что это за субъект такой волонтер или доброволец для директора, например, больницы или школы. Он несет персональную ответственность за безопасность в своем учреждении. Поэтому, конечно, добровольец должен соответствовать некоторым требованиям, может быть, работать в том числе через НКО для того, чтобы снять вот эти риски для руководителя учреждения. Это все должно быть прописано в регламенте. И у нас есть уже регионы, где такие документы приняты. И мы тоже их как лучшую практику, как методические рекомендации уже прописываем, что это должно быть за документы, как он может работать. Второе, это ответственное лицо на уровне субъекта. Тот же, не знаю, это может быть заместитель руководителя субъекта, который для себя в своей повестке волонтерство и расширение и развитие негоссектора не является такой проблемой по остаточному принципу. Это должно быть приоритетной для него задачей, за которую с него будет спрашивать руководитель субъекта. Третье, это, безусловно, инфраструктура. Это центры, ресурсные центры, это центры развития добровольчества. Это та площадка, которую сегодня сможет предоставить и обучающие образовательные программы, и лучшие практики по развитию добровольчества для региона, и какие-то реализации партнерских программ вместе с крупными корпорациями, с благотворительными фондами. И та же самая оценка некого профиля добровольца для участия именно в большей степени волонтерства в социальной сфере. Очень важна информационная поддержка, и тоже сегодня многие об этом говорили. Вот этот федеральный портал «Добровольцы Российской Федерации» мы готовы тоже предлагать нашим регионам для того, чтобы они подключались к этой системе, чтобы была информация на уровне регионов об этой системе, и была возможность для каждого жителя участвовать и в региональных программах каких-то, и в федеральных, в части добровольчества и оказания помощи разным группам. Это, безусловно, мотивация, но не материальная, Владимир Владимирович, а, скорее всего, такое признание, наверное, и какая-то благодарность и поддержка добровольцев. И во многих регионах тоже сегодня существуют такие региональные награды, значок добровольцев, либо грамота добровольцу. Для них это очень важно. Они действительно за это борются, в хорошем смысле слова. Это поддерживает, наверное, их даже так духовно, что они делают правильное дело, и оно важно и нужно. Поэтому тоже хотим, чтобы во всех регионах, которые будут применять этот внедрять стандарт, чтобы такие награды были. Владимир Владимирович, а если еще на государственном уровне ваш какой-то будет значок добровольцам, то, конечно, это было бы серьезным для них стимулом и мотивацией. Я думаю, даже мы и наши дети, конечно, хотели бы получить такую награду. Поэтому если бы была возможность тоже поддержать и рассмотреть. Безусловно, обратная связь, Владимир Владимирович, потому что невозможна работа проектного офиса без непосредственно людей, которые заняты и работают в этом секторе. Потому что вот этот стандарт, ну, не везде губернатор даже может проконтролировать, насколько он работает и действительно отвечает потребностям добровольцев. И важно, чтобы был какой-то координирующий орган, совет. Может быть, при губернаторе, как мы делали инвестиционные советы, которые рассматривают сегодня на уровне губернатора проекты, то же самое сделать именно для добровольцев и негосударственного сектора. Когда будет площадка, где они смогут говорить, что работает, что получается, давать обратную связь, предлагать какие-то новые проекты. Вот, по сути, это набор вот этих требований, который основан уже действительно на реальных примерах, которые реализуются в ряде субъектов. Нам просто нужно расширить. Где-то это один пункт, где-то два пункта. А мы хотим, чтобы вот эти девять пунктов были реализованы. Уже 37 субъектов выразили готовность внедрять этот стандарт. Поэтому я думаю, что уже эту работу начнём, если наблюдательный совет поддержит, и такой стандарт реализуем. Конечно, результаты будут уже видны, я думаю, в этом году, потому что это серьёзно облегчит и доступ, и расширит возможности участников, добровольцев. Безусловно, очень важным является как раз рост вот таких проектов. Я ещё вхожу тоже в число экспертов как раз фонда по распределению президентских грантов. Очень серьёзно действительно фонд помогает сектору НКО в регионах. И потрясающие проекты ребята присылают. Мы недавно проводили как раз вот такую экспертную комиссию, где смотрели заявки. Но не хватает, Владимир Владимирович, именно помощи, поддержки такой консалтинговой представлении заявки. Как правильно описать проект, оценить его результаты, ресурсы свои? Добрый день, уважаемые коллеги. Как видите, наше очередное заседание наблюдательного совета агентства стратегических инициатив мы проводим в выездном формате в Республике Карелия. И в этой связи хотелось бы заметить, что за шесть лет работы агентство стало эффективным партнёром регионов в выработке и реализации стратегии развития. И запрос от субъектов Российской Федерации на такое сотрудничество постоянно растёт. Вот, как мне сказалось, в исполняющей обязанности губернатора до сих пор, до этого времени агентство здесь не работало. Но уже вот с первых шагов, во всяком случае для руководителя региона уже понятно, что это интересное, перспективное сотрудничество и очень полезное, как он и как я, надеюсь, в ближайшем будущем. Важно, что новому руководителю агентства удалось в полной мере сохранить приезженность целям и принципам работы, обеспечить преемственность во взаимодействии с деловым и экспертным сообществом. Знаю, что агентство стратегических инициатив расширяет поле деятельности, решает более сложные, всё более сложные задачи. Много планов связано именно с региональной повестками. Рассчитываю, что вы и дальше будете оказывать поддержку регионам, помогать отстаивать современную модель управления, улучшать деловой климат, предлагать лучшие практики работы в социальной сфере. Главное – создавать среду возможностей и условия для позитивных изменений в регионах России, объединять всех, кто готов участвовать в разработке и реализации планов развития, обмениваться положительным опытом. Это и молодёжь, и предприниматели, и волонтёры, и новаторы. Таким центром, одним из таких центров притяжения, площадкой для общения, для дискуссий может и должна стать так называемая точка кипения, которая уже работает в Москве, в Петербурге, в Иваново и вот теперь здесь, в Карелии, в Петрозаводске. Кстати, это возможность для региона, для предприятий находить молодые, амбициозные, перспективные кадры для работы по различным направлениям и на различных уровнях. Отмечу, что вся необходимая организационная работа была проведена достаточно быстро. Исполняющий обязанности губернатора Республики Артур Олевич Парфёнчиков тему, мне кажется, почувствовал, сам заинтересовался этим, загорелся. Я хотел бы поблагодарить вас за оказанное агентство содействия. Ещё раз хочу выразить надежду на то, что это сотрудничество будет очень полезным для региона. Уважаемые коллеги, остановлюсь на нескольких конкретных направлениях, которые мне представляются наиболее важными. Нужно продолжить работу по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, чем вы занимаетесь на протяжении уже достаточно долгого времени. Серьёзным стимулом для изменения здесь стал национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах РФ. И регионы, которые получали пока довольно низкие оценки, начали действовать более активно, что называется, шевелиться, начали более активно работать с предпринимателями. Выросла конкуренция между субъектами РФ. Конечно, я ведь постоянно общаюсь с руководителями регионов. Здесь можно и похихикать немножко, говорить, что все эти инновации немножко оторваны от жизни, что жизнь многообразнее и сложнее. Похихикать можно посмеяться, но для меня очевидно, что эта деятельность в абсолютно правильном направлении развивается, и она нужна, потому что, если этого не делать, то всё постепенно погружается в болото. Я считаю, что рейтинг должен стать составной частью системы оценки деятельности управленческих и региональных команд, и прошу правительства соответствующие изменения подготовить. Также отмечу результативную деятельность клуба лидеров по снятию административных барьеров на местах и желаю клубу дальше трудиться столь же плодотворно. Далее. ОСИ играет важную роль в повышении престижа рабочих профессий. Считаю это направление деятельности особенно важным. Результаты чемпионатов среди молодых профессионалов становятся ориентиром для учреждений среднего профессионального образования. Думаю, что вам нужно уделить самое пристальное внимание и подготовке инженерных кадров, прежде всего в региональных вузах, которые готовят специалистов для конкретных предприятий. В этой связи обращаю внимание и на возможность, которая предоставлена высшим учебным заведением. Законом несколько лет назад имею в виду малое и среднее предпринимательство при высших учебных заведениях с использованием оборудования, площадей и так далее. Вот здесь, в университете, где мы находимся, руководитель тоже показывал и, мне кажется, достаточно убедительно говорил о том, как развивается этот вид деятельности здесь, причём по самым разным направлениям. И ребята под руководством своих наставников добиваются весьма значимых интересных результатов. Особое значение в повестке ОСИ приобретает и социальное направление. Только что мы встречались с представителями некоммерческих благотворительных организаций, волонтёрами. Они работают в образовании, здравоохранении, помогают детям, пожилым людям, тяжелобольным. Что в этой связи, считаю, необходимо отметить? У регионов должно быть чёткое понимание своей ответственности за формирование благоприятной, дружественной среды для работы негосударственного сектора. И просило бы агентство разработать стандарт поддержки добровольчества и некоммерческих организаций в субъектах Федерации. Речь идёт о конкретных правовых, финансовых, организационных инструментах, которые мы сегодня, кстати говоря, обсуждали в ходе встречи с представителями некоммерческого сектора. И ещё у нас действует механизм грантов для НКО и общественных организаций. Он достаточно эффективен, и сегодня тоже вот об этом говорили, мне было приятно это услышать. Но, по сути, направлен на поддержку уже работающих структур. Сегодня на встрече справедливо ставился вопрос о создании комплексной системы развития добровольчества, НКО, социального предпринимательства, чтобы ещё больше энтузиастов могло приносить реальную пользу людям, обществу, помогать людям. Хотела бы услышать и сегодня на встрече ваше предложение на этом направлении. Пожалуйста, слово Светлане Витальевне. Прошу вас. Владимир Владимирович, спасибо большое за высокую ценку. Я хотела бы поблагодарить всех членов наблюдательного совета, присутствующих здесь и которые не смогли принять участие, потому что это действительно результат общей работы. И вот каждый из присутствующих здесь, Герман Оскаревич, который не смог присутствовать, мы взаимодействуем по всем проектам, по инициативам. По сути, у нас уже такая партнерская площадка, и с каждым реализуются проекты в сфере образования и по инвестиционному климату. А Герман Оскаревич еще не смог присутствовать. Он такой важный. Он заболел. Ну, пусть поправляется. Но поддерживает как раз по образовательным трекам, по навыкам будущего, то есть прям ряд проектов, которые реализуем вместе. Безусловно, для нас приоритетным, Владимир Владимирович, остается развитие предпринимательства и развитие лидеров в различных направлениях и в экономической сфере, и в социальной сфере. Мы не забываем и про отдельные лидерские проекты. У нас с начала года поступило 268 проектов. Сейчас в портфеле каждого из направлений молодые профессионалы, новый бизнес, социальные проекты. У нас где-то 100 проектов, которые сопровождаются сейчас именно отдельно, непосредственно локально. Что касается инвестиционного климата, вы отметили, в этом году мы представили результаты национального рейтинга на Питерском форуме. Вы тоже озвучили достижения наших регионов, которые впервые вошли в двадцатку, впервые вообще попали в десятку по оценке бизнеса. Это и Москва, и Московская область, и Санкт-Петербург. Для нас, конечно, очень важны и Москва, и Санкт-Петербург с точки зрения оценки России в рейтинге Всемирного банка Doing Business. И вот на встрече с волонтерами у нас была такая лучшая образовательная практика УЧРУ, ребята, которые вышли на рынок уже стран БРИКС. И я хотела бы тоже передать, мы недавно встречались с коллегами Министерства экономического развития, с коллегами Всемирного банка, обсуждали ту работу, которая сегодня ведется в части создания благоприятных условий для бизнеса. Им очень интересен наш проект, именно национальный рейтинг, потому что, мне говорят, хорошо, что Москва, Санкт-Петербург, мы видим, как они серьезно продвинулись. Но очень важно, чтобы все другие регионы также не останавливались и все новые технологии применялись во всех субъектах. И есть уже запрос от ряда стран, наших партнеров, друзей, которые хотели бы получить это как некий стандарт работы, методику работы, как у нас эта деятельность была организована, и как Россия за столь короткое время сумела такой рывок сделать именно по различным направлениям услуг для бизнеса и в стройке, и в энергетике, и в сфере налогообложения экспортного потенциала. Поэтому здесь мы тоже думаем, как это уже описать, как некий стандарт, который можно передавать. Посолы Аргентины недавно встречались, они просят это уже как некую практику описать. Приедут поучиться. Мы с удовольствием поделимся с коллегами той работы вместе с Министерством экономического развития, с членами правительства, которое организовано сегодня и реализуется и в регионах, и на федеральном уровне. Это были коллеги из Индии и из ряда других стран, поэтому я думаю, что мы здесь, есть чем поделиться. Безусловно, работа с регионами выходит абсолютно на новый уровень, и здесь мы абсолютно видим свое практическое применение. И очень важно то доверие, которое главы субъектов сегодня нам оказывают. И действительно, очень многие инициативы, проекты, уже как магазин лучших практик, по нескольку инициатив реализуются на местах. Новгородская область разработали совместно, по вашему поручению, стратегию развития региона. И что очень важно, Владимир Владимирович, это не просто талмуд бумаги, там нет такого. Мы со всеми муниципалитетами проехали, встречались, Андрей Сергеевич, лично, что нужно гражданам, что нужно предпринимателям, что нужно жителям, какие точки роста могут быть, чем хотят люди заниматься, какие компетенции нужны, что с точки зрения качества развития образования, доступности системы здравоохранения. Поэтому это вот тот документ, даже вот просто основные какие-то принципы, которые поддержаны сегодня жителями. Бизнес готов вкладываться в эту инфраструктуру, но губернатор, конечно, прикладывает все усилия для того, чтобы привлечь уже федеральные ресурсы и ресурсы всех институтов развития. Поэтому вот в этой идеологии, по сути, сегодня работаем со всеми регионами. Я думаю, конечно, что сегодня у нас дан старт по взаимодействию с Карелией, здесь тоже с Артуром Олеговичем договорились, как нам дальше уже реализовывать те приоритеты, которые уже сегодня и вчера бизнес и жители обозначили. Мы недавно движение WorldSkills, которое вы тоже поддержали, поддерживаете, провели Всероссийский чемпионат рабочих профессий в возрослой категории и в юниорской категории, это школьники, и у нас с огромным отрывом выиграли команда Москвы, Татарстана и Краснодарского края, по сути, собрав все золотые медали. Но очень важно дальнейшие решения и дальнейшие шаги руководителей субъектов с точки зрения именно подготовки кадров и мотивации ребят. И Татарстан, Рустам Другалевич, по сути, сейчас дал поручение перестроить всю систему подготовки в среднепрофессиональном образовании на международные стандарты WorldSkills. Мы сегодня с Татарстаном пилотно реализуем стандарт по подготовке кадров именно для промышленности. И здесь комплексно взаимодействуем и с общеобразовательными учреждениями, с вузами, со среднепрофессиональными учреждениями, непосредственно с предприятиями, с работодателями, здесь и дуальное образование, и стратегия именно подготовки кадров, какие приоритеты, по каким компетенциям сегодня Татарстан будет развивать и готовить кадры. И очень важно, что Рустам Другалевич уже поставил задачу, чтобы те компетенции были даже не только что в WorldSkills, а уже компетенции будущего, IT-цепроводные учреждения.